Итак, уважаемые друзья, я сейчас вам сделаю обзор основных аспектов синтеза языка Java. Данная презентация, такая шпаргалка, конспект, подготовлена специалистами университета Стэнфорда. Об этом написано там внизу в заголовке. И эту презентацию легко можно найти в нашей группе в IT-школе, в разделе документы, как я уже говорил. Она достаточно длинная, там порядка 100 слайдов, но мы все их не смотреть не будем. А сегодня рассмотрим, вспомним все аспекты синтеза. Java язык строги, поэтому здесь существует строгая типизация. Вы должны все переменные описывать явно, и преобразование типов происходит часто достаточно явно. То есть вам нужно указывать при присвоении переменной одного типа другому типу, нередко приходится делать конверсию типа. Например, если вы хотите присвоить целому числу переменной целого типа переменную дробного типа, вещественного, вам придется либо откруглять ее, либо отбрасывать другую часть, либо же преобразовать тип. Переменные. Объявление переменной происходит достаточно просто. Вы указываете ее тип, ее имя и, если нужно, значение. Переменная получает значение в классах по умолчанию, равное нулю, это для чисел. Значит, в Java, в отличие от многих других языков, придумано разделение переменных на примитивные типы и объектные. Это сделано по нескольким причинам. Во-первых, так как Java работает в виртуальной машине, все типы стандартизированы на любой платформе, какой бы она ни была, Linux, Windows, Mac OS, Android, везде будет одинаковая система типов, одинаковые условия. И это очень хорошо, потому что ваше приложение будет работать одинаково на всех виртуальных машинах. Сами виртуальные машины отличаются на разных системах. Примитивные типы нужны для того, чтобы сэкономить память и улучшить быстродействие. Потому что если создавать для каждого числа объект, то есть выделять память в общей куче, так называемой, это будет очень медленно. Смотрите, если я объявляю некоторое число и хочу сделать операцию между числами, например, такую, а поделить одно число на другое, в случае, если у меня перемена указывает непосредственно значение на число, являясь примитивным типом при этом, я просто обратился к ячейке памяти, к одной и к другой и произвел между ними операцию. Если же у меня эти переменные будут объектами, то мне нужно бы сначала понять, в каком адресе находится значение, обратиться по этому адресу и вытащить значение, и потом только с ними сделать операцию. То есть мне происходит дополнительное действие, обращение по адресу, как к любому объекту. Плюс ко всему, само по себе ссылка на объект, это 4 байта, то есть адрес в пространстве памяти компьютера. А обычная переменная типа int уже занимает 4 байта, то есть мне нужно будет потратить 4 байта на ссылку на эту переменную, еще 4 байта на саму переменную, что не очень-то выгодно. Какие 8 примитивных типов существуют? Ну, во-первых, это 4-часовых типа. int, double, дальше у целых типа их 4, int, long, short и byte, здесь внести от размера. int это 4-байтовое число, то есть размер его это порядка 2 миллиардов, как в положительную сторону, так и в отрицательную. есть тип long, в котором занимает 8 байт, а также типы поменьше, это тип байт 1-байтовый и тип short 2-байтовый. Для чего они нужны? Если у вас очень много чисел небольшого размера, для экономии памяти можно использовать более простые типы, более маленькие. также существует два типа, double и float. Double в одной точности, float в одной точности, это вещественные числа. А вещества числа есть во всех языках, так же, как и целые, но важный момент, что нельзя, не стоит сравнивать числа вещественные непосредственно, то есть, например, i равно j, сравнивать, равны ли они, потому что числа могут отличаться на очень небольшую величину, для вас они вроде как одинаковые, а для компьютера они разные. Позже на практике мы это посмотрим. И еще два типа, символьный, char, вообще говоря, правильно считать, конечно, не char, потому что это сокращение от слова character, персонаж, характер или символ. Но уж так сложилось, что в русскоязычной тематике он произносится как char. Это символьное представление числа. На самом деле это число. Число двухбайтовое, то есть, оно порядка 6-6 тысяч имеет максимальное значение. и оно отображается в виде символа. Для чего? Чтобы вы могли взаимодействовать с пользователем, писать какие-то символьные строчки и так далее. Но оно содержит ровно один символ, не два, не три, только один. И константы такого типа записываются в одинарных кавычках. символьные константы. Вопрос, а какая кодировка у этого символа? Кодировка Unicode 16. Почему так? Java появилась очень давно, в 90-х годах, когда еще кодирование символов находилось в таком состоянии не очень современном. сейчас популярен стандарт UTF-8. Как вы знаете. У UTF-8 варьируется размер символа от 1 до 4 байт. Я не буду сейчас углубляться в эту тему. Так вот, в то время, когда стандарт Java языка утверждали, было решено, что мы не будем предусматривать все возможные варианты кодировок, а просто жестко зафиксируем, что у нас будет 16 бит, почему, у Unicode 16. И на всех платформах будет использоваться именно этот стандарт. Нам с вами легко, у нас нет иероглифов, поэтому данный стандарт вполне удобен для романских языков, в том числе для русского. Вот для, допустим, китайцев не так просто, наверное. Теперь, это означает, что у вас все приложения работ идентичны на всех платформах. И это очень удобно. Логический тип true-false, то есть правда-ложь. Я не буду говорить там истинно или ложь, потому что это какая-то терминология Excel, скорее. True-false, всем понятно, что такое. Да или нет. Логическое значение. Вот такие 8 типов. 4 целочисленных, 2 вещественных и еще 2 особенных символа и буля. Примитивные типы нужны для того, чтобы сэкономить память и улучшить быстродействие виртуальной машины. В других языках, типа Python, например, все типы вообще являются объектами, все перемены являются объектами. И там не беспокоятся о быстродействии как-то колом. Поэтому вам не нужно задумываться о примитивных типах. Можно, да, вопрос пока по установке задать по быстренькам? Так, давайте мы про установку поговорим еще попозже. Сейчас я обзор сделаю. Это будет не очень долго. Так вот. Как я уже говорил, вам нужно явно приводить типы один к другому, если вы проводите с ними какие-то операции с несколькими типами сразу. Например, если вы хотите поделить одно целое число на другое целое число без приведения типа, у вас 19 на 5 при делении получится 3. Почему? Потому что когда вы делаете целое на целое, получаете целое число. То есть дробная часть вообще отбрасывается. Чтобы такого не произошло, вы даже сначала привести число 19 к типу double вещественному типу, а потом делить его. Тогда у вас автоматически виртуальная машина поймет, что это будет результат вещественным числом, потому что одно из них вещественное, и вычислит вам по правилам арифметики все корректно. для новичков этот момент не всегда понятен, потому что у вас приведение типа в других языках редко, когда используется так часто. Оно записывается как скобочка и внутренний тип. То есть эта операция выполняется в первую очередь, даже раньше, чем арифметические операции, любые. Она является операцией наивысшего приоритета. Сначала у вас все операции приводят, все типы приводятся к желаемым, а потом уже совершаются какие-то операции. необходима некоторая практика для того, чтобы освоиться с этой операцией. Мы довольно часто, даже постоянно будем пользоваться этим, особенно в андроиде, потому что у вас там существует система наследования типов от одного к другому и потребуется приводить их довольно часто. Обычные арифметические операции не отличаются близки ничем от любых подобных рисков. То есть операция инкремента, операция декремента, плюс-минус, разделить. Единственная проблема, что нужно помнить, когда вы делите два числа на другое, если они оба целые, то результат будет целый. Это не совсем привычно. Это такие нюансы, которые отличаются в разных языках. Далее. Порядок операций. То же самое, что в других языках. Сначала у вас выполняются операции первая, потом вторая, потом третья и так далее, слева направо. Но сложение вычитания выполняется после умножения и деления, а также взятия числа с остатком. То есть все операции, которые так иначе связаны с умножением и делением, здесь вариации разные, с детьми, степень, все они имеют больше приоритет, чем сложение вычитания. Взятие числа с остатком это операция процент. Теперь операции со строками. В чем особенность? Если вы к строке прибавляете оператором плюс все, что угодно, это все, что угодно преобразуется к строке. Это может быть у вас число, это может быть какой-то объект, это может быть все, что угодно пытается капиллятор преобразовать к строке. если это вообще возможно. Если это объект пустой, то есть ссылка в никуда, объекта никакого нет, то вместо объекта будет слово ну, ну, и этот ну, явно вы увидите как строку. Поэтому смотрите, если вы вспомните предыдущий слайд порядок операций, сначала вы складываете единичку и АБЦ, получаете что у вас слева символ единичка появился и справа двойка. Но если вы сначала поставили сумму и хотели получить например 1-2 АБЦ, вы этого не получите, потому что сначала с двумя целыми пройдет операция сложения, а потом уже тройка будет прицеплена слева к строке. Чтобы такого не случилось, вы можете поставить скобку здесь перед двойкой и тогда уже у вас сначала в скобках операция проведется, а потом уже единица прицепится. операция сложения строк довольно-таки емкая. То есть если у вас будет 10 тысяч строк через плюс складываемых, нужно понимать, что у вас каждый раз создается новый объект, создаться новый объект строка 42, эта строка уже есть, потом новая строка сумма этих строк вот такая получится. И это все выделение памяти, это все операция с памятью. Оно не очень быстро, если вам нужно сцепить несколько тысяч или миллионов символов в одну строку, не делайте это через плюс, потому что есть другие специальные классы. Но об этом рано еще говорить, потому что быстродействие сейчас у нас слишком в волну. Теперь очень важная тема область видимости переменной. Если я объявляя переменную например вот в цикле цикл мы еще не рассматривались, но снова есть знакомые, видно, что здесь явно объявляется переменная i. Так вот переменная i она видна доступно для операций только внутри вот этого операторного блока. То есть скобочки фигурная означает составной оператор или операторный блок. В паскале это бедин энд, если паскале вам рассказывали. В сиподобных языках это фигурные скобки, в других языках это могут быть отступы, как в пайтоне. Операторный блок это как несколько операторов в одном. И соответственно, когда вы объявляете переменную, она видна только в нем и во всех его внутренних блоках. После цикла for вы не сможете использовать переменную i. То же самое касается переменной x, которая объявлена внутри функции, как видите, вот она операторный блок, вот он заканчивается вот здесь, и после этого этой функции нет доступа к переменной x. начинающие программисты довольно часто попадают здесь в просаг, потому что они объявляют переменную где-нибудь в программе, потом пытаются ей пользоваться, а там это переменная недоступно. Либо они пытаются объявлять переменную одного и того же названия в разных местах, и из этого получается проблема. Поэтому первый такой совет не пытаться использовать переменную одинакового имени, пока не меряны первое время, пока вы не усвоите основные приемы программирования. Так, это мы пропустим, про константы. теперь что такое вообще функции в языке. Функции очень важная штука, они позволяют вам обобщить или повторно использовать один и тот же код, одни и те же инструкции. Функции описываются несколько иначе, чем вы привыкли в других языках. давайте я покажу это в общем в IntelliJD. У функции есть несколько составляющих ее описания. Во-первых, модификатор доступа, то есть, каких будет доступна в классах эта функция паблик означает, что везде будет доступна. Статическая функция, то, что она доступна без создания экземпляра класса. Мы с вами видите, создаем класс main и тут же пытаемся с ним работать. Мы не создаем экземпляра, об этом я попозже скажу. Тип возвращаемого результата целая и, допустим, пусть эта функция вам возвращает квадрат числа square. Мы с вами только что создали функцию, есть имя, тип возвращаемого результата, параметр и тело функции, а также специальное слово return, которое позволяет вам вернуть результат вычисления. Конечно, такая функция очень примитивная и она, может быть, не очень вам и нужна, но, поверьте мне, что часто даже для довольно примитивной функции, которая состоит из одного какого-нибудь большого выражения, имеет смысл ее использовать, потому что она своим именем показывает, что она делает. Для примера есть такая, такой класс функций math, математических функций, и там есть функция high pot, которая вычисляет, как можно понять, гипотенузу. так вот, если вы вот так вычислить гипотенузу или гипотенузу вычислите с помощью формулы, которую, конечно, знаете, с помощью корня с порт, например, у вас также 2 в квадрате плюс 3 в квадрате. вот вопрос. Поймете ли вы сразу по данному выражению, что делает это выражение? Оно, конечно, очень простое, и вы все еще помните хорошо математику, но если вы уже подзабыли эти формулы, и плюс ко всему название переменных тут еще не такие уж простые, то сходу можно не сообразить, что это за выражение, что оно делает. А вот по названию функции легко можно понять, что оно делает. здесь, конечно, вы помните еще английский язык. Вот, поэтому функции это важнейший элемент абстракции в языке. Он очень важен, позволяет вам делать код более понятным, наглядным, более читаемым. Если бы функций практически не было никаких, нельзя было писать собственные функции, можно использовать только готовые, то ваш код был бы гораздо длиннее и менее понятен, менее читабельным. возвращаемся в обзор. Вот. При передаче параметра функцию практически у вас создаются новые переменные. То есть вот когда вызывается функция main в вашем проекте, практически создается объект массив с перемен видна. Здесь в квадратном скобке означает массив, которые передаются вашу функцию. Мы позже попрактикуемся. Условное слово return позволяет вам возвращать значение из функции. Я только что это показал. Мы с функциями еще потренируемся позже на нашей практике. В Java огромное количество в стандартной библиотеке готовых функций, в том числе математических, которые позволяют вам не писать самостоятельно, а пользоваться готовыми. Очень важно знать все основные функции ввода-вывода и условные функции математические и так далее, чтобы не запитать велосипед. Также есть и константы для наиболее известных величин, число экспонента и пи. Теперь, что такое строки и массивы? Строка это на самом деле массив из символов и к ней обращаться можно по индексу к каждому символу. К сожалению, такого синдексиса, как в Паскале обращение по индексу через квадратные скобки не существует. Вам придется использовать специальную функцию, чтобы обратиться к элементу строки. Также строки являются нередактируемыми, то есть вы не можете заменить символом строки. Это очень неудобно на первых порах, потом привыкаете к этому. Вам нужно будет создавать новую строку. То есть строки неизменяемы. Обычные функции для работы со строками это поиск строки, еще функции индекс офф, возврат ее значения длины, length, а также поиск под строки, выборка под строки. У класса string есть довольно много функций, я не буду сейчас все перечислять, но, например, позволяющие преобразовать к нижнему или верхнему регистру эти строки. а также можно сравнить строки друг с другом, спрашивать, есть ли в них тот или иной символ, содержат ли на те или иные символы, в общем, довольно много всего. Ну, например, вот, содержит ли строка другую строку? Или совпадает ли она полностью по символу? Или начинается ли она с какого-то определенного участка на другой строке? Довольно удобно. Теперь, тип символ. Константы строк, строчные у вас записываются в двойных кавычках, это важно. То есть, если вы даже один символ записали в двух кавычках, это будет строка. Будет создан объект из одного символа, по существу, это будет тип строка. Опять же, начинающие программисты довольно часто здесь путаются, и поэтому я призываю вас внимательно за этим следить. В таких языках, как Python, например, что кавычки одинарные, что двойные, разницы никакой не имеет, поэтому люди, которые программировали на Python, допустим, могут путаться. Сроки уже можно складывать, я бы это показывал выше. Символы. Символ — это число в символном представлении в кодировке Unicode 16. Он является по существу отдельным классом. Есть класс Character, чуть позже покажу какие у него есть возможности. Но сам тип является примитивным, то есть, у него нет никаких внутренних функций или полей, поэтому вы, если вы хотите какие-то операции провести с символом, нужно будет использовать специальный класс. символы нельзя складывать в другом как строки, но можно делать с ними операции сложения, это будет сложение их кодов, код первого символа плюс код второго символа. Если сложить два символа, получится число, на самом-то деле, которое можно в принципе потом преобразовать к символу тоже. то есть, строка является объектом, поэтому у нее есть внутренняя структура, видите, через оператор точка можно обратиться к ней и спросить, что у них есть. У символа такого возможности нет, поэтому нужно использовать специальный класс обертку. Мы о нем на практике поговорим. Довольно простые вещи if и else, которые, я думаю, что вам должны быть знакомы. Важное отличие от других языков это запись условия в скобках. Если, допустим, в Pascal и Python скобки не нужны, то вам здесь обязательно нужно условия в скобках писать. Условия это может быть какая-то условная конструкция, выражение, также это может быть переменная или набор переменных. То есть в этих скобках должно получиться в какое-то выражение, дающее логическое значение true или false. Поясню на примере. Заодно посмотрим, как считать число. вот у вас есть число возраст и вы хотите узнать, можно ли вам идти в ночной клуб. Для этого вы используете класс сканер. он позволяет взаимодействовать с пользователем, считывать значения с клавиатуры. Дело в том, что мы указываем в качестве источника ввода системный ввод-вывод, стандартный ввод. Вместо этого можно использовать любой другой поток ввода-вывода, мы об этом будем еще дальше говорить. И вот хотим мы считать у пользователя число. Что произойдет, когда я это запущу? Сканер обратится к пользователю и здесь в консоли я должен буду ввести число. Если я введу не число, возникнет исключение, возникнет ошибка. Но если я ввел целое число, то у нас запишется перемену age. Давайте ее напечатаем пока. Итак, программа стоит, она ждет ввода числа. Если же я введу нет не число, либо число, но не целое, выходит исключение, что не совпадение типа. Сканер проверяет, что я ввел. Это очень важно. Теперь переходим к условной конструкции. Если age больше 18, вы можете идти в куб. иначе, если нет 18. Как видите, мне интервью сама подставляет ответную скобку. иначе, когда я запускаю эту программу вывожу число, мне, соответственно, пишет само число и результат вычисления этого условия. условия может быть сложным. Например, я хочу, чтобы у меня в случае, если мне 90 лет или больше, то есть мне уже поздно идти в куб, наверное, значит, и age меньше 90. Но здесь уже не про мову речь, наверное, а просто про то, что не можешь идти. Как запомнить этот символ? Очень легко. Все знают конфетки MMDMS. Этот символ называется ampersand. И логическое и выглядит вот так, как двойной ampersand. А логическое или это как вот две таких стих, два символа палка. Почему мне подсветилось желтым цветом это выражение? Потому что IntelliJ IDEA говорит о том, что оно у вас будет всегда true. То есть всегда оно будет истинное. Либо он больше 18, либо меньше 90. Какое бы число я ни ввел, всегда это число будет удовлетворять этому выражению. Поэтому ELSE никогда не сработает. И как видите, IntelliJ IDEA сразу же это подсказывает. Она подсказывает довольно много вещей. Важно. Давайте с вами социологическим выражением еще поэкспериментируем. мы можем это выражение записать в переменную типологического типа. Вот прямо так. А затем указать ее в качестве условия. Это довольно удобно может быть. потому что условие может быть довольно длинным и вы можете его использовать потом в дальнейшем. То есть вы вычислили какое-то выражение, получили некое логическое значение, записали его в переменную и потом используете в своих условных операторах и так далее. Это обычное дело. Можно сделать несколько таких логических переменных и тоже их сочетать друг с другом. работает и будет все совершенно так же. Возвращаемся в магический тип. Операции сравнения. равенства, неравенства, меньше, больше, меньше либо равно, больше либо равно. Работают они для типов разных, или целых, или нецелых. То есть можно сравнивать целый тип с нецелым совершенно спокойно. единственное, чего бы я вас предостерег, это от сравнения нецелых типов, от буквального сравнения. Более грамотно вычесть одно число из другого, если это вещественные числа, и затем сравнить результат с неким малым числом. Допустим, 10-6. То есть вы хотите сравнить, насколько числа близко друг к другу. Есть на экране просто нет примера, но на практике мы это посмотрим. Логические операции. Логическое и или не. Не означает инверсию. То есть оно инвертирует результат было true, стало false и наоборот. пройти буллин мы много говорить не будем, потому что он на самом деле не так часто будет использоваться как переменная, как правило, будем писать условия. но вот обратите на один пример. У вас есть условия, что товарищи меньше 21-го года, а также дорогой ли айфон для вас больше 200 баксов, и если у вас вы несовершеннолетний, нельзя ничего покупать нехорошего, а также если вы любите компьютер сайенс и для вас недорогой телефон, все, покупаем айфон. То есть как видите, можно использовать несколько переменных сразу в одном выражении. вы можете написать один конструктор if else, внутреннего еще один if else и так далее, закладывать и вернуть другой. Это довольно может быть нечитабельно в итоге, но такое делать можно. Если у вас есть переменная, по которой вы в зависимости от его значения, например, номер месяца и сезон, время года хотите выбрать, использовать и фрелс оператор не очень удобно, лучше использовать оператор в свитч. Пойдем. Это он отдельно был, не было. Давайте с оператором в свитч еще посмотрим. так вот, если вы хотите например напечатать время года в зависимости от номера месяца, то вы можете использовать оператор свитч вместо if else. В скобках указывается переменная, а затем тело оператора свитч. И каждый случай, например, case1, то есть, например, январь, вы можете объявить строку string season и сказать, что если у меня январь, то season будет равен то же самое касается и декабря и февраля. Как вы видите, у вас повторяется одна и даже операция, этого можно избежать, если написать кейсы в случае по очереди. В таком случае у вас при совпадении значения переменной month и какого-либо из чисел первого, второго и так далее срабатывает тот кейс, который будет последним. То есть, они срабатывают все по очереди. если я введу число 1, совпадение будет с первым, выполняются все кейсы с первого совпадения и дальше. Как этого избежать? Как сделать так, чтобы не выполнялись остальные кейсы? Например, если у меня 3, это у меня уже season spring. Нужно использовать оператор break, который прерывает выполнение операторного блока. Прерывает цикл, прерывает switch. в таком случае, если я введу 2, 1 и 12, у меня сработают все кейсы, начиная с того, который первый совпал, и до оператора break. То же самое касается и всех остальных кейсов, которые будут дальше. Но если я ввел несуществующий месяц, например, нулевой или минус первый, или тысячный, как вы досмотрите такую операцию тоже? Можно использовать кейс default. Default season unknown. И если я введу минус один, у меня выведется unknown. Еще раз, как работает свитч? Он анализирует значение переменной, ищет первый совпадающий со значением случай, например, если это число 3, то первые 3 пропускаются, срабатывает кейс третий и все остальные за ним. По идее, должен default сработать и на... Да, тоже срабатывает. Чтобы прекратить выполнение остальных кейсов, вы используете оператор break. кейсов, так сложно придумано. Дело в том, что это позволяет вам упростить обработку одинаковых случаев. То есть, когда на разные значения перемен нужно делать одно и то же, вот такая конструкция позволит вам писать код один раз всего лишь. Возвращаемся к обзору языка. Итак, if, else и switch это операторы, которые используются довольно часто, но, наверное, не менее часто используются и циклы. Циклов в Java 2 это цикл while и цикл for. Цикл while или do while это цикл по условию. То есть, когда вы запускаете шаг цикла только во время выполнения условия. Можно проверять условия после цикла, можно до цикла. Например, while в скобках условия некое выражение это называется тело цикла и шаги цикла будут выполняться до тех пор, пока у вас условия истинны. Прервать цикл можно с помощью break оператора break. Но, важный момент, если цикл у вас является вложенными, то прервается с помощью break только один цикл. А если цикл внутри другого, то тот внешний цикл не будет прерван. Его нужно бы прервать отдельно. цикл for он довольно-таки прост для тех, кто знаком с языком C++, например. Но я начинаю, чем может быть запутан. Дело то, что в цикле for существует операторная скобка такая, в которой каждое отдельное поле несет свой смысл. Первое поле это задание переменной. Я напишу с комментарием. Вы здесь описываете переменную. Дальше вы описываете условия. Дальше вы описываете, что будете делать на каждом шаге цикла. Например, увеличивать счетчик на единицу. Эти три поля могут содержать совершенно непривычно для вас значения. Классическая формулировка цикла вот такая. Задали начальное значение счетчика, проверяем значение счетчика, увеличим значение счетчика. Но это может быть не просто счетчик. счетчик можно увеличивать не на единицу, а на десять или умножать например на два. Умножать на два. Значит, можно сравнивать более сложным способом, не просто какую-то операцию, а математическую функцию написать сюда. значение значение числа можно вообще не задавать, если оно у вас уже есть. Например, если вы цикл уже задали, например, вот так, то здесь можно этого не делать. Поэтому цикл for гораздо более гибкий, чем это предусмотрено, например, в Pascal или в Python. то здесь можно задавать довольно широкий диапазон условий, значений и их проверки. То есть можно и шаг цикла задавать, любую, как вы хотите, и так далее. Но важный момент. Если вы все-таки пользуетесь этим циклом, как обычным циклом со счетчиком, не используйте какие-то хитрые названия переменных здесь. Переменные i, j, k обычно используются для счетчиков. То есть не нужно их использовать в основной программе. Это является принципом хорошим тоном, не используя однобукленные значения, однобукленные имена для переменных, потому что, как правило, непонятно, какой смысл несет переменная. m, n, что это такое, без пояснений и довольно сложно понять через месяц после написания вашей программы. Так, ну вот в качестве примера цикла. В это лиджей иди он генируется довольно просто. Вы пишите сочетание for i, нажимаете табуляцию или enter, и у вас появляется такая вот конструкция, где вы можете задать сочетание какие шаги цикла должен выполнить. Запускаем, получаем с нуля по девятку цикл прошел. то же самое касается цикла while. Например, вы можете считывать значения у пользователя. Пока у вас есть что вводить, например, считываете строку пользователя и тут же ее печатаете. То есть вы спрашиваете у сканера, а можно еще что-нибудь читать у пользователя, а со стандартного выда всегда можно что-нибудь читать. Он говорит, конечно, давай, друг, читай. И вот вы считываете и тут же все вводит на экран. Истер лишнее. Данная программа просто будет не выводить все, что я увожу заново. Прикатить можно с помощью кнопочки стоп здесь слева. Прикатить выполнение так осталось не очень-то много по теории. массивы. Массивы довольно сложный объект на первых парах. Это набор значений одного типа. Они доступны по индексу. Возьми, воспринимайте это как некий набор переменных одного типа. например, у вас есть число, а вам нужно много чисел, скажем, возраста учеников в классе, или номера страниц, или цены каких-то продуктов, и вы хотите их хранить организованно. Чтобы не придумывать каждый раз названия переменных, мы придумали набор переменных, обзывали это массивом, в котором есть ячейки. Ячейки доступны по индексу. Начинается индексация массива с нуля, в большинстве языков, в некоторых единице, и у про массив нужно знать три вещи самых важных. Это то, что в нем хранятся перемены только одного типа, то есть нельзя хранить импер-числа и символы, или импер-числа и строки. Все переменные при создании массива получают значение по умолчанию, то есть если это массив-чисел, то все ячейки получат значение ноль при создании массива. Это важно. И нельзя изменять размер массива. То есть вы не можете добавить ячейки или удалить. Вам придется создать новый массив и в него перенести уже существующие ячейки. Создание массива это оператор new используется для создания новых объектов. То есть new это выделить память и синициализировать массив. То же самое и для объектов. Про них сегодня говорить не будет. У массива он является объектом, у него есть поле length. Можно уточнить какого он и какой он длины. Я это сейчас покажу в IntelliJ IDE. то есть с любой ячейками массивы можно обращаться как с отдельной переменной. Совершенно спокойно. Вывести ее присвоите значения сравнить ее с чем-нибудь другими ячейками совершенно спокойно. Обращаться к несуществующим ячейкам нельзя. У вас появится ошибка исключения ArrayIndexAutoBounceException то есть выход за пределы массива. Любой начинающий программист обязательно столкнется с этой ошибкой, потому что если вы неправильно рассчитали индекс ячейки, то вы получите такую ошибку. И это нормально. Любой человек с этим сталкивается. Вот, например, простой цикл по массиву, если друг вам потребуется. вы создали некий массив name numbers и идете по нему печатая каждую ячейку с помощью оператора print. Также можно задавать массивы явно не по ячейке поддельно, а целиком с помощью фигурных скобочек. давайте я покажу это пример. Допустим, у нас есть переменная month месяц и я хочу их там все перечислить. А потом хочу все напечатать. я могу использовать поле length это не функция, а поле, чтобы вывести их номера. А в качестве индекса я использую не конкретное значение, а значение счетчика. цикл будет проворачиваться 12 раз и выполнить 12 шагов и выведет все названия номера месяца. Аналогичную операцию можно сделать не с помощью цикла со счетчиком, а с помощью цикла так называемого for each. Его у меня не было на слайдах, но он очень полезен может быть при работе с коллекциями или с массивами. for число и коллекция. Делать он будет ровно то же самое, но здесь мы избавляемся от счетчика и работает он немножко по-другому. Цикл называется for each. вот так пишется обычно. То есть для каждого. Здесь вы получаете следующее. Указываете коллекцию или массив, который будете перебирать по очереди и каждый элемент массива запишется в переменную i на каждом шаге. На каждом шаге будет записываться новое значение. И вы с этой переменной уже можете здесь оперировать. Как видите, мне не нужно обращаться к ячейке массива, а я просто беру переменную. Это может быть довольно удобно. Вот видите, два цикла не отработало. Давайте на данном моменте мы приостановимся в следующем. . Продолжение следует...